МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ситуация под контролем. Глеб Никитин рассказал премьер-министру о ситуации с пожарами. В Саровской городской думе продолжают обсуждать корректировку бюджета. Молодой врач пополнил ряды специалистов клинической больницы номер 50. Далее расскажем обо всем подробно. Преседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Одной из тем стала ситуация с лесными пожарами на территории Нижегородской области. По словам Михаила Мишустина, президент постоянно держит ситуацию на контроле. Сейчас еще достаточно устроена ситуация в городе Родины города Саров, но на территории Республики Бордеев. В самом городе Саров по итогам пройдено огнем 1090 гектаров. Сейчас открытых очагов нет. В Республике Мордове в территории Родины подозревается болезник 11 тысяч гектаров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме, окарауливают границы населенных пунктов, проливают и дотушивают очаги пожара. Для мониторинга обстановки и разведки очагов пожара активно применяют беспилотники. Можно сказать, что ребята убеждают, действительно, на серьезной ситуации, но сейчас она полностью в какой-то локализована. Также для ликвидации очагов в маловодных районах привлекают три пожарных поезда. Продолжают работать комплексы «Шквал» и «Водолей». Более 1200 человек тушат природные пожары. В их распоряжении более 250 единиц техники. В городской думе продолжают обсуждать корректировку бюджета. На очередном заседании депутаты рассмотрели поправки, которые внесли их коллеги. Алексей Городничев предложил увеличить в следующем году финансирование кругов. Выделять на каждый по миллиону на муниципальную программу благоустройства дворовых территорий по заявкам депутатов. Связано это с тем, что материалы и стоимость работ дорожают. Поправку решили детально рассмотреть на Комитете по городскому хозяйству. Депутат Иван Ситников предложил предусмотреть деньги на завершение укладки дорожного полотна. От улицы Академика Негина до улицы Менделеева. Еще два предложения от депутатов касались разработки проектно-сметной документации на реконструкцию двух дорог. Одной в Балыково, другой на Давиденко. Все три поправки отправили на согласительную комиссию. Ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухготичных курсах. Первый набор на программу откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Около 30,5 миллионов россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей в конце следующей недели. Еще 12,5 миллионов человек начнут ее получать с 3 сентября. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Напомним, указ о единовременной выплате пенсионерам президент России Владимир Путин подписал 24 августа. Гражданам с инвалидностью и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, также дадут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замминистра труда РФ Ольга Баталина. По ее словам, выплаты получат все семьи, где воспитывают детей инвалидов, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца. Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Эпивак Корона-Н». Ее разработали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. «Эпивак Корона-Н» – модернизированный вариант уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса «Эпивак Корона», которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения. В поликлинику номер один поступила вакцина «Спутник Лайт». Врачи рекомендуют ее для профилактики новой коронавирусной инфекции у лиц, которые перенесли COVID-19 более 6 месяцев назад. Либо для ревакцинации. На прививку можно записаться на портале пациента, позвонить в колл-центр первой поликлиники по телефону 95511. В поликлинике номер два – 95577. Телефон прививочного кабинета – 95549. Молодой врач пополнила ряды специалистов клинической больницы номер 50. На прошлой неделе к своим обязанностям приступила дерматовенеролог Софья Егорова. Она принимает пациента в первой поликлинике. Подробности далее. Софья Егорова приехала в Саров после окончания Нижегородской медицинской академии. Устроилась в первую поликлинику врачом-терапевтом. Год, проведенный на этой работе, помог ей расставить приоритеты и выбрать направление дальнейшего профессионального пути. Девушка поступила в ординатуру Рязанского медицинского университета, выбрав специализацию дерматовенерология. Специализацию выбрала чисто интуитивно и еще не пожалела об этом. Вообще дерматология – это такой раздел медицины, где очень много есть нозологий, заболеваний, которые смежены с другими специальностями. Чтобы правильно диагностировать и лечить заболевания, нужно иметь хорошее клиническое мышление. Этим и интересна специальность, потому что каждый день что-то новое узнаешь. Теперь дерматовенерологов в первой поликлинике три. Пока коллеги в отпуске, забота о пациентах полностью легла на плечи молодого врача. Также Софья Сергеевна наблюдает и за пациентами дневного стационара. В день принимаем около 30 человек, это по записи. Также мы не отказываем пациентам, которые приходят без записи, принимаем всех. Заболевания самые разнообразные. С коллективом, как признается наша героиня, ей повезло. Коллеги помогают советам, а руководство КБ-50 идет навстречу, поощряет ее стремление совершенствовать свои знания. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В этом году наш город отмечает свое 330-летие. В Сарове сплелись передовая научная мысль и православные традиции. Одни любят его за тишину и провинциальную консервативность, другие за возможность реализовать свой творческий и научный потенциал. Подробности в следующем репортаже. Наш город разный и многогранный. Здесь разрабатывали ядерное оружие, а в монастыре жил преподобный Серафим Саровский. Богатая история города насчитывает 330 лет. 28 августа Саров отмечает свой день рождения. Узнаем у саровчан, за что они любят свою малую родину. За то, что я здесь родился. Это мой любимый город, я здесь учился. Проработал 40 лет, сейчас на пенсии. И люблю за его чистоту и красоту. Спокойный, чистый, хороший, маленький городок. Я здесь прожил уже 40 лет, поэтому уже мне это стало второй родиной. Я полюбил этот город с самого начала, как только приехал сюда, после института. Он спокойный, тихий. Я очень часто ездил в командировки в Москву. Возвращаясь оттуда, конечно, попадал в тихую, провинциальную, хотя провинциальность уже не чувствуется. В общем, мне нравится все в этом городе. Ну, город достаточно чистый, ухоженный. Люди добрые, улыбающиеся, приветливые. Ну, для детей досуг организован на всех уровнях, причем. Начиная от развлекательной, заканчивая образовательной. Есть рабочие места, что немаловажно для людей, приезжающих из-за зоны, работать. То, что идет постоянное благоустройство, это дорогого стоит. Спасибо городу за это. Многие жители города любят Саров уже просто за то, что здесь родились. Также многие отмечают его уютность, чистоту и безопасность, а также хорошие условия для проживания и развития. Впервые Международный день бокса отметили 22 июля 2018 года. Но дату празднования в этом году изменили. Теперь спортивный праздник отмечают 27 августа. Именно в этот день, в 1974 году, провели первый чемпионат мира по боксу. О том, как проходят занятия у юных боксеров Икара, расскажем далее. Рамазан Султанов занимается в секции бокса три года. За плечами юного спортсмена уже 46 боев. Сейчас он готовится к серьезному испытанию первенству области. График тренировок совсем не детский – шесть дней в неделю. Сейчас Рамазан спаррингуется с Тимофеем. Мальчик пришел в секцию чуть больше года назад. Я выбрал заниматься боксом, потому что раньше меня в школе обижали. И папа меня записал в секцию бокса. И теперь я могу за себя постоять. Одно из самых любимых упражнений Тимофея – бой с тенью. Мальчик наносит удары по воздуху, имитируя бой с соперником. Особую роль в подготовке юных спортсменов в секции уделяют умственному развитию, смекалке и тактике. Ребята играют в шахматы и шашки, анализируют бои выдающихся спортсменов, разбирают их с тренером. Но главная составляющая успешной работы – дисциплина. Наша задача моя – это, когда сюда приходят, мне сделать из него человека, самое главное, хорошего человека, то есть воспитание. А потом уже, соответственно, у кого есть талант, мы, соответственно, уже работаем по спортивной составляющей. Больше на соревнованиях ездим. То есть уже цель именно добиться результата в спорте. Сейчас в секции бокса спортивной школы ИКАР занимается 45 человек. В этом году планируют набрать еще две группы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В спорткомплексе «Юниор» прошло торжественное открытие первенства России по баскетболу среди мужских команд в категории 45+. Участников поздравили представители Федерации баскетбола и ветераны спорта. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. С 2002 года саровские баскетболисты неоднократно побеждали в областных, всероссийских и мировых первенствах. Благодаря таким достижениям в этом году Саров выбрали для проведения первенства России по баскетболу среди ветеранов. Историей становления и успехов саровского баскетбола поделились ветераны спорта. Предпосылкой основной стало появление в нашем городе в то время молодых тренеров. Это Сан Саныч Львов, Владимир Борисович Жарков и Александр Николаевич Сорокин. Вокруг которых как раз и выстраивались дальнейшие команды и под чьим руководством стали происходить дальнейшие победы. А побед было много. По словам главного суди Дмитрия Петрова, соревнования проходят на высоком уровне. А команды участники удивляют неожиданными победами. Из-за чего никто не может предугадать, кто окажется в финале и станет победителем. Самая, конечно, лучшая игра была, когда Пермь, Уралгрейд, ветераны выиграли у местной команды Сорокин. Это была феноменальная игра. К сожалению, даже 33 очка Панова Сергея Юрьевича не помогли выиграть победу. Но игра получилась очень интересной. И в итоге я считаю, что выиграли в первую очередь зрители, которые смотрели эту игру. Смотрели на мастерство этих игроков. Организатор первенства Александр Онищенко уверен, что подобные турниры важны в первую очередь для юных спортсменов. Он считает, что смотря на то, как хорошо играют уже достаточно взрослые спортсмены, ребята анализируют игру, перенимают какие-то приемы и понимают, что спорт не заканчивается в 20 лет. Надо показывать какой-то спортивный интерес, что дети вовлечены в это. У нас первенство России среди детей на довольно-таки хорошем уровне уже выходит. Плюс студенческая лига у нас АСБ, она затронута вся Россия. И студенты, они прям очень топовые игроки. В дни проведения чемпионата спортсмены встретятся с жителями города. Проведут показательные занятия для всех желающих. Организуют детский турнир по стритболу. Среди болельщиков разыграют памятные призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». Там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны. В том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен. Поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!